Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я надеюсь, что сейчас мой прямой эфир транслируется, интернет не отключается. Вчера я сделал обращение к председателю комитета национальной безопасности Карима Масимова, которого я лично знаю с начала 90-х годов, когда это был усатый молодой человек, приехавший в Казахстан из Гонконга, где он работал в одном из торговых домов, который возглавлял некий Утимуратов. Я говорю, почему некий? На самом деле он не очень широко известен в Казахстане, он не является публичным лицом, но на самом деле вся политическая верхушка его очень хорошо знает. Это доверенное лицо Нурсултана Назарбаева, был помощником, секретарем Совета Безопасности, был управляющим делами и сейчас последние, скажем так, как минимум 10 лет позиционируется как миллиардер. В списке Forbes он числился самым богатым человеком Казахстана, но вы должны понимать, что это все это вывеска и в реальности это один из кошельков Нурсултана Назарбаева, долгое время он был кошельком номер один на Султана Назарбаева. И вот, собственно, о нем сегодня пойдет речь. Вы, когда смотрите разные сводки о неких богатых людях, которые каким-то образом становятся супермиллиардерами, вы не сможете найти ничего такого, которое бы подтвердило ваше предположение о том, что это очень талантливые люди, которые с нуля создали свой бизнес, например, как Билл Гейтс, который начинал свой бизнес в гараже, занимался сборкой компьютеров. И таких примеров в мире много, когда богатые люди, то же самое, как Илон Маск с Южной Африки, приехал в Америку и шаг за шагом с нуля я стал богатым людей, богатым человеком и одним из тех, которые реализуют фантастические мысли, которые двигают и меняют все человечество, а именно полеты на Марс, управляемые ракеты и масса-масса всего, которое ваша жизнь сейчас окружает, ну не все, конечно, безусловно, окружает человечество, машины электрические и все прочее. Но загадка состоит в том, что наши богатейшие люди страны, они не обладают такими способностями, которые бы дали вам возможность подтвердить, сказать, да, это талантливые люди, которые действительно создали какой-то уникальный продукт. На самом деле, практически все богатые люди, я бы так сказал, даже не богатые, а богатейшие люди планеты, которые формируют список Forbes Казахстана, они все появились как бы из ниоткуда. Что значит из ниоткуда? На самом деле, эти люди каким-то образом, чудесным образом, стали владельцами крупнейших сырьевых предприятий, которые исторические, исторические, я хочу сказать, были в нашей стране. И их еще построил эти предприятия тот самый Советский Союз, который развалился в августе 91-го года. И, собственно, вся эта экономика, вся эта промышленность перешла в руки Нурсултана Назарбаева и очень узкого его близкого окружения. И эти люди стали вдруг миллиардерами, при этом не обладая необходимым для этого качеством, ни умом, ни талантов. Сегодня речь пойдет о одном из таких, Булате Утюмратове, который позиционируется как миллиардер, меценат, владелец нашего нархоза, учебного заведения, сейчас это университет, где учатся тысячи студентов, человек, который является спонсором казахстанского тенниса. И каждый из его шагов сопровождается благодарностью от людей. На самом деле вы должны понимать, что все эти действия делаются на те средства, которые, по сути, украдены у народа Казахстана. Именно поэтому вы являетесь нищими, именно поэтому наши города находятся в плохом состоянии, именно поэтому у вас нет жилья, именно поэтому матери на 5-6 детей получают кое-как по 10 тысяч тенге на всех детей, потому что основные богатства страны присвоены ну султанам Назарбаевым. Я обратился вчера к Кариму Масимову с предложением, чтобы он не выключал интернет. Почему я обратился к Кариму Масимову? Дело в том, что долгое время Карим Масимов работал у Булата Утимуратова. Булат Утимуратов как бы представлялся собственником. Это был менеджер султана Назарбаева, и, собственно, один из менеджеров Булата Утимуратова был Карим Масимов. Он работал у него в торговом доме за пределами Казахстана, это в Гонконге, в начале 90-х годов. Некий агент Нурбану, как в свое время Архат писал про Карима Масимова. Разведчик, представляющий, или агент с таким кодовым именем Нурбану, который учился как агент Комитета государственной безопасности. Итак, в связи с тем, что Карим Масимов работал у Утимуратова, у них возникали разные проблемы служебного характера. И общеизвестно в политической верхушке, что Карим Масимов и Утимуратов являются такими заклятыми врагами. И Карим Масимов многое отдал бы, чтобы уничтожить, ликвидировать своего заклятого врага Булата Утимуратова. Собственно и сам Утимуратов тоже это сделал бы. Но Назарбаев специально разводит этих людей в разные стороны. И у него есть принцип известный, разделяя властвы, он получает компроматы от одного, например, от Булата Утимуратова на Карима Масимова, от Карима Масимова на Булата Утимуратова. И вот, собственно, балансирует, извлекая из этого, как он считает, большую пользу. Но надо признать, что Карим Масимов оказался более гибким, чем Булат Утимуратов. Я не могу сказать, что более способным, но более гибким. И сумел найти тоже свои пути к Нурсултану Назарбаеву. Собственно, он поэтому два раз был премьер-министром, при этом не показав никаких успехов, развалив экономику страны, развалив банки. Есть известное письмо председателя Национального банка Григория Марченко в адрес Назарбаева, в котором он описывает Карима как неспособного банкира, неспособного управленца, который развалил Халыкбанк, бывший государственный сберегательный банк страны, банк номер один в Казахстане. Итак, собственно, вот два врага. Один Карим Масимов, второй Утимуратов. И я не случайно обратился к Кариму Масимову, потому что он, в принципе, сегодня моими руками может нанести серьезный удар по своему заклятому врагу Булату Утимуратову. Ну, я надеюсь, он не выключил интернет. Я хотел бы в пользу случаем поздравить Карима Масимова, что он вчера получил звание генерал-майора Комитета национальной безопасности. Вообще, хотя я написал, что его первый заместитель Самат Абиш является генерал-майором, и вот Карим Масимов как бы догнал его, я приношу свои изменения, я, оказывается, ошибся. Я вспомнил, что совсем недавно, буквально, Назарбаев назначил своего племянника Самата Абишева не просто первым заместителем Комитета национальной безопасности, так сказать, снизу, надсмотречка над Каримом Масимовым в Комитете национальной безопасности. Он ему даже присвоил звание генерал-лейтенанта Комитета национальной безопасности. Собственно, выясняется вообще интересная ситуация, когда полковник, ну, раз он генералом стал, как бы условно он был полковником. Карим Масимов руководил племянником, ну, султана Назарбаева, генерал-лейтенантом Саматом Абишев. Поэтому я вчера поздравил Карима, думаю, ну, Карим, поздравляю тебя со званием генерал-майора. Ну, оказывается, Самат Абиш все-таки по званию выше все-таки, чем свой начальник, он уже целый генерал-лейтенант. Хочу напомнить, что был министр обороны Мухтар Алтымбаев, и он был генералом армии. Поэтому у Карима Масимова, конечно, карьера впереди. До генерала армии он может быстро добежать. Ну, для этого нужно обойти своих конкурентов Самата Абиша и других. И стать не только генералом армии, но и занять другие позиции туда, куда стремится Карим Масимов. Хочу сказать, что это один из серьезных потенциальных конкурентов Доригии Назарбаева, который в реальности может возглавить страну. Но, конечно, в случае, если народ будет молчать и равнодушно взирать на то, как ключевые посты в стране занимают неведомые, неизвестные люди, не проявившие свой талант, не сделавшие вклад в развитие страны и не использовавшиеся ресурсы страны, чтобы действительно народ стал жить лучше. Итак, я обращаюсь к Кариму Масимову еще раз и предлагаю моими руками устранить своего заклятого врага Булата Утибратова. Итак, вернемся теперь к Булату Утибратову. Я вчера рассказывал о неких кошельках, но султан Назарбаев, в частности, рассказал о Владимире Киме. Володя Ким, которого я лично знаю тоже с начала 90-х годов, такой комсомолец, в списке Форс числится самым богатым человеком Казахстана в состоянии 4,6 миллиарда долларов. Но я хочу сказать, что он не просто подставной собственник, но на самом деле это не отражает реальность. Я вчера показывал, что Казахмыс, его реальная стоимость, или как Казминералс говорит, свыше 20 миллиардов долларов США. Моя цель состоит в том, чтобы показать, что состояние на султан Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов США. Многие из вас не очень понимают, как же так, что известно в мире богатейшие люди, например, в частности, владелец Амазона, его состояние колеблется около 170, 180, 160 и более миллиардов долларов. И это крупный бизнесмен, открытый, тот же самый Билл Гейтс, состояние его было более 100 миллиардов, меньше. И наши граждане недоумевают, как государственный чиновник может быть богаче, чем эти известные имена, бизнес которых известен по всему миру, не просто в Казахстане, а по всему миру. Но это только связано с тем, что Нурсултан Назарбаев в реальности владеет страной. Он управляет, собственно лично, национальным фондом, фондом будущих поколений, нефтяным фондом, можно его так назвать, где сосредоточены средства от поступления, продажи нефтяных ресурсов и другого сырья. Сейчас там более 60 миллиардов долларов, но в реальности эти деньги полностью принадлежат Нурсултану Назарбаеву, который распоряжается национальным фондом как кошельком. Также фонд Самрук Казана, его активы оцениваются свыше 70 миллиардов долларов. В реальности это многократно больше, тоже управляет лично, не просто президент страны, а документы разные подписаны, которые звучат так, что ими управляет Елбасы. Да, завтра он не станет президентом, завтра кто-то другой будет президентом, но реально вся государственная экономика находится в реальной собственности у Нурсултана Назарбаева, не только в собственности, но и в управлении. Поэтому вы не удивляетесь, когда я говорю, что его состояние свыше 200 миллиардов долларов. В реальности человек, который владеет страной, владеет Казахстаном, девятая по размеру территория в мире, богатейшая страна мира, как вы понимаете, 200 миллиардов долларов, это на самом деле незначительная часть. И когда я вчера показывал, почему рыночная стоимость компании «Казахмыс» минимум 20 миллиардов долларов, это была оценка, собственно, лондонской биржи, это была оценка государственных структур, но в реальности, чтобы вы понимали, рыночная стоимость ее во много раз больше. Эта компания в среднем в балансе «Казахмыс» показывала чистую прибыль 1 миллиард 400 миллионов долларов. Как вы понимаете, в реальности эти компании прятали свою прибыль, это, что называется, показали прибыль, которую невозможно было спрятать, 1 миллиард 400 миллионов долларов США. Прежде чем я перейду к Кутюмбратову, вы все должны понимать, рыночная стоимость «Казахмыса» была минимум 20 миллиардов долларов США. Вчера я показал сделки, буквально три сделки, в результате которых Назарбаев опустошил казну Казахстана на сумму минимум 10 миллиардов долларов США. Все эти годы, начиная с начала 90-х годов, а это более 20 лет, Нурсултан Назарбаев извлекает прибыль с компанией «Казахмыс», прибыль свыше 1 миллиарда долларов США. То есть, как вы понимаете, это предприятие, которым управляет он минимум 25 лет, в среднем ему за весь этот период принесла дополнительную прибыль порядка 20 миллиардов долларов. Итак, только «Казахмыс» на поверхности прибыли и все прочее приносит Назарбаеву за весь период его деятельности минимум 50 миллиардов долларов, только одно предприятие. При этом на этом предприятии работает около 60 тысяч человек. Это целые города, это город Сатпаев, это город Джисказган, это различные поселки, это город Балхаш размером около 80 тысяч человек, это целые области. И, как вы понимаете, те суммы, которые я озвучиваю, они абсолютно реальны, более того, существенно занижены. Итак, я привел пример, когда «Казахмыс», рыночная стоимость которого составляет свыше 20 миллиардов долларов, за 25 лет эксплуатации этого предприятия принесла Назарбаеву деньгами наличными, минимум 20 миллиардов долларов. Только три сделки, которые привели к опустошению бюджета страны, минимум на 10 миллиардов долларов, вот вам 50 миллиардов долларов только «Казахмыса». Но я в своих расчетах не говорю о том, что Назарбаеву эта компания принесла 50 миллиардов долларов. Нет, я ориентируюсь на официальные рыночные показатели, показываю конкретные сделки, и мы грубо считаем, что «Казахмыс» стоит минимум 20 миллиардов долларов США. Компания, которая имела официальную прибыль в балансе, минимум 1 миллиард 400 миллионов долларов. Компания, которая имела годовую выручку свыше 5-6 миллиардов долларов США. Компания, которая прятала прибыль. Компания, которая держала целые регионы в нищете, а прибыль пряталась по карманам Настултана Назарбаева. Компания, от которой зависит жизнь цен в целых регионах. У вас в квартире ржавая вода, у вас плохой воздух, вас травят. Это все принадлежит Настултану Назарбаеву, и называется группа компании «Казахмыс», «Казминералс» и так далее. Это я по сути резюмирую только маленькую часть. И конечно же, вы можете зайти в интернет и просто забить это слово «Казахмыс», «Казминералс». И все цифры, которые я озвучиваю, они просто буквально посыпятся на вас, и вы будете потрясены, потрясены, что так называемое это предприятие якобы принадлежит Владимиру Кухиму. И вы увидите массу исследований, которые подтвердят, что компания «Казахмыс» принадлежит Настултану Назарбаеву. Итак, давайте теперь возьмем следующее предприятие «Казцинк». «Казцинк» – это предприятие, которое находится в Ускен-Ногорске. Я перечислю основные предприятия, ну минимум, по-крупному, которые имеют прямое отношение к этому предприятию. Это тоже предприятие, от которого зависит жизнь целых регионов. По сути, не просто регионов, а областей. Все предприятия на Султана Назарбаева, они так устроены, что это монополисты, от них зависит жизнь целых городов. Они входят в число ведущих предприятий мира. Ну, как я вчера говорил, «Казахмыс» – медная группа – входит в число 11 крупнейших предприятий мира. Не просто где-то там неизвестно где, а именно ведущих стран мира. Это то же самое предприятие «Каз-Цинк». Итак, это предприятие было основное предприятие в Советском Союзе, в Восточно-Казахстанской области. «Зыряновский свинцовый комбинат», «Ридри-Лениногорский полиметаллический комбинат» и в городе Усть-Каменогорский свинцовый цинк комбинат. В реальности «Каз-Цинк» контролирует Мухтар-Минскую гидроэлектростанцию, одну из крупнейших гидроэлектростанций страны. «Каз-Цинк» также владеет горно-обогатительным комбинатом, который называется «Жайремский ГОК». Если посмотреть, зайти в интернет, вы увидите, что работает на этом предприятии более 30 тысяч человек. Интересная особенность, что на этих предприятиях заработная плата в среднем около 100 тысяч тенге, то есть по текущему курсу где-то приблизительно 250-300 долларов. И я вам просто озвучиваю цифру, что в мире на таких предприятиях стартовая заработная плата начинается от 3 тысяч долларов. То есть слушайтесь, пожалуйста, заработная плата, которая платится сотрудникам этих предприятий, на уровне 100-150 тысяч тенге. Ну это 300-250, где-то кто-то и 500 долларов. Но в мире стартовая зарплата начинается от 3 тысяч долларов. То есть водитель, охранник, те люди, которые не напрямую завязаны на производстве, стартовая их зарплата начинается от 3 тысяч долларов. Вдумайтесь, эти предприятия поставляют свою продукцию на мировые рынки, продают эту продукцию по мировым ценам. При этом себестоимость производства этой продукции существенно ниже, чем на аналогичных предприятиях мира. Если на этих предприятиях мира платят заработную плату от 3 тысяч долларов США, то в Казахстане люди зарабатывают на уровне около 300 долларов. То есть как минимум 10 раз меньше, чем на аналогичных предприятиях мира. Итак, мы обсудим одно интересное предприятие КАССЫНК. Это очень такое скрытое тайное предприятие. И вообще в Казахстане позиционируется, что этой компанией якобы владеет швейцарской компанией Глинкор. Глинкор – это достаточно известная в мире компания, крупная действительно. Рыночная стоимость ее околеблется в разные годы, от 60 до 90 миллиардов долларов США. И на самом деле КАССЫНК, группа компаний КАССЫНК, в реальности главным и основным собственником всегда был Нурсултан Назарбаев, как стал возглавлять Казахстан. Тоже вся эта информация есть в интернете. Но в связи с тем, что я сегодня говорю об Утимуратове, я беру только одно предприятие. Беру только предприятие КАССЫНК, чтобы вы понимали масштабы скрытых активов Нурсултана Назарбаева. То есть 200 миллиардов долларов, о которых я говорю, это только часть того, что лежит на поверхности. В реальности его стоимость, бизнес, который он владеет, вывел и выводит далее, существенно выше. И я покажу это на примере Утимуратова. Итак, Утимуратов сейчас позиционируется как второй по богатству человек Казахстана. Ну, состояние его оценивается 3,6 миллиардов долларов. Обратите внимание, если вы зайдете в журнал Forbes, то увидите, что якобы на третьем месте стоит Тимур Кулебаев, а на четвертом, ну, они разделят 3-4 места вместе со своей женой Динарой Кулебаевой. Это дочь Нурсултана Назарбаева. Ну, в реальности, ну, кто так считает капиталы? Это же супруги, это объединенный капитал. Так вот, их объединенный капитал только по официальным данным составляет свыше 7 миллиардов долларов США. То есть, больше, чем у Владимира Кима, у которого якобы состояние 4,6 миллиарда долларов. Просто, чтобы не вызывать раздражение у нашего народа, они в этом журнале Forbes поставили на третью позицию состояние более 3 миллиардов долларов Тимура Кулебаева, а потом Динару, ну, и получается, вроде как бы, каждый в отдельности. Ну, тогда, почему бы Утимратову не поставить свою жену и поделить? Почему бы Владимиру Киму не поделить 4,6 миллиардов со своей женой, тоже отдельно вычленить? То есть, в реальности, все эти люди являются поставными собственниками Нурсултана Назарбаева. Чтобы народ не говорил, что его зять занимает первую позицию в списке Forbes, состояние семьи было разделено между дочерью Назарбаева Динарой Кулебаевой и Тимуром Кулебаевым. На самом деле, весь этот список основной контролируется Нурсултаном Назарбаевым. Вы можете эти миллиарды просто прибавить, и я вам скажу, что это маленькая часть тех богатств, которых владеет Нурсултан Назарбаевым. Итак, Булат Утимратов оценивается его состояние в 3,6 миллиардов долларов. Я вам буквально на двух операциях хочу показать, что это только верхушка айсберга. Человек, на самом деле, такой как Булат Утимратов, владеет формально на бумаге большим состоянием. Почему большим состоянием, вы сейчас поймете. Дело в том, что Булат Утимратов позиционируется как собственник различных банков. Ну, был у него банк АТФ, банк, который он продал за 2 миллиарда 100 миллионов долларов в 2007 году. 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Запомните эту цифру? Чуть больше 100 миллионов долларов. И есть еще сделок у него очень много, но я вам просто приведу всего лишь один пример с компанией Касцин. Итак, в феврале 2013 года 29% Касцинка, который каким-то чудесным образом принадлежал Булату Утимратову, он продает за 1 миллиард 650 миллионов долларов. Затем он еще продает долю 18,9% за стоимость 1 миллиард 400 миллионов долларов. Итак, если 1 миллиард 400 прибавить 1 миллиард 650, получается 3 миллиарда 50 миллионов долларов. Это всего лишь продажа доли компании Касцин, который продал у Тюмратов, ну, во-первых, самому Глинкору 18,9% и 29% он продал. Кому вы думаете? Правильно. Он продал государству. И покупателем явился Самрук Казына. А Самрук Казына где взял деньги? Правильно. Он деньги получил в национальном фонде. В национальном фонде. В том самом фонде, который якобы принадлежит гражданам Казахстана. То есть, ну, султан Назарбаев своим решением выделяет деньги 1 миллиард 650 миллионов долларов в компании Самрук Казына. А Самрук Казына покупает 29% доли компании Касын за 1 миллиард 650 миллионов долларов. То есть, вы видите, эти деньги попадают, кому попадает Булату Утимуратову, который владел почти 50% долей компании Касын. Как эта собственность могла попасть в руки Булата Утимуратова, который никогда не работал в бизнесе? Его история начинается публичная, что он возглавлял гастроном-юбилейный, который на улице Гоголя в Алматы. Затем, через какое-то время, он стал помощником заместителя министра внешнеэкономической деятельности некого вице-премьера Абишева, родом из Караганды, ближайшего сподвижника, султана Назарбаева. Затем переехал в Австрию. И вот здесь его карьера начинает стремительно расти. Я эту часть не буду подробно описывать, вам достаточно заглянуть в интернет и навести справки. Тоже такой Булату Утимуратов. Вы выясните, что он был помощником президента, управляющим делами президента, и все это время стремительно богател, становился супермиллиардером. Спрашивается, как это возможно, когда наши законы страны четко говорят, человек, занимающий государственную должность, не может заниматься бизнесом. А в это время у господина Утимуратова и АТФ, и доля владения в компании Касцинк. Он владеет крупнейшими долями в телекоммуникационном бизнесе, зарабатывает по 500 миллионов долларов просто так, вот на щелчуке. Как это возможно? Это возможно, если этот человек является кошельком Нурсултана Назарбаева. Я, конечно, знаю Булата Утимурата очень давно, тоже с начала 90-х годов. Знаю близко, знаю лично, знаю очень хорошо, знаю его семью, знаю его детей, знаю его жену. И поэтому мне очень легко рассказывать о одном из кошельков Нурсултана Назарбаева. Кстати, когда захватили мой БТА-банк и Тимирбанк, и другие активы, представителем Назарбаева, который оказывал на меня давление, вел переговоры от имени Нурсултана Назарбаева. Не только сам Назарбаев, но и в операционном порядке настаивал о покупке сначала, а потом фактически захватили мой бизнес по приказу Назарбаева, его зять Тимур Кулебаев и все прочее. Ну вот, Тимирбанк отъехал в сторону Утимуратова. Поэтому часть моей собственности перешла во владение Булата Утимуратова, и он сейчас называется Форте-банк. Форте-банк, чтобы вы понимали. Запомните, что этот человек в том числе является собственником банковской системы. Итак, я просто показываю, что только продажа доли компании Касцинк принесла якобы Утимуратову сумму 3 миллиарда 50 миллионов долларов. Но был же продан еще в ноябре 7-го года банк АТФ, который принес ему 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Вот прибавьте к 3 миллиардам 50 миллионов за Касцинк, 2 миллиарда за АТФ, то есть только эти две сделки дают состояние Утимурату свыше 5 миллиардов долларов США. Но на самом деле он же владелец телекоммуникационной компании, он же владелец был Васильковского горно-обогатительного комбината. На самом деле это производитель золота с запасами порядка 300 тонн. И другие компании нефтяные в сфере недвижимости. Утимурата формально владеет сетью крупнейших отелей мира, типа Ридс Калтона. Сделка в Москве ему принесла, то есть он инвестировал свыше 700 миллионов долларов. То есть вы представьте себе, что как может человек владеть состоянием 3-6 миллиардов долларов, если только две сделки показывают, что формально его состояние свыше 5 миллиардов долларов. Поэтому вы должны понимать, что журнал Forbes, он реально не отражает картину. Журнал Forbes, когда представляет этих людей как миллиардерами, которые как черти из табакерки выскакивают, рисуются в галстучках, с бабочками и там все прочее. И вы думаете, восторгаетесь все, думаете, о какой он умный, какой он сильный бизнесмен. Это все неправда. Эти люди просто вместе с Нурсултаном Назарбаевым присвоили гигантские промышленные активы, на которых работают десятки тысяч людей. И не просто работают десятки тысяч людей. На этих предприятиях висят целые регионы, целые города. Да, эти предприятия недоплачивают налоги, притом налоги гигантские. И поэтому я сегодня хотел бы затронуть всего лишь одно предприятие, Кассын, которое формально принадлежал Булату Тимуратову. Якобы его партнером была компания Глинкор. Глинкор – крупнейшая международная компания с офисом центральным Цюрихи в Швейцарии. Итак, если вы зайдете в интернет, вы обнаружите, что в 1997 году таинственным образом владельцем пакета более 50% акций была компания Глинкор. За какие деньги, какой был аукцион, кто участвовал на этом аукционе, вы ничего не найдете. Просто вот вы найдете, что компания Глинкор якобы основной владелец компании Кассын. А я вам объясню, почему вы не найдете. Вы не найдете информацию о том, что Глинкор что-либо заплатил бюджету страны, потому, что он на самом деле ничего не заплатил. Потому что Глинкор был фактически подставным собственником собственности Турсултана Назарбаева. В начале 90-х годов эта группа предприятия, так называемые последствия, как Кассынг, это Зырианский, Свинцовый комбинат, Усть-Камегорский и все прочие, все эти предприятия, они были собраны под эгидой Кассынг и эти предприятия перешли в собственность Турсултана Назарбаева. При этом бюджет страны ничего не получил, абсолютно ничего. Это была вывеска, некая компания Глинкор каким-то чудесным образом стала собственник. Собственно, это подход везде, везде мошеннический подход. Например, как перешла в собственность Джизказган Светмет, впоследствии называемая Казахмыс, Казминералс и так далее, Нусултан Назарбаева. Нусултан Назарбаев использовал корейский бренд, якобы зашла управляющая компания Самсунг, всемирно известная, в долю. Потом вдруг куда-то он пропал, Самсунг, и появился Владимир Ким, который как бы представлял корейскую компанию. На самом деле это просто мошеннические действия. Известная группа компаний, евразийская группа, так называемая Машкевича, это Машкевич, Шадиев, гражданин Узбекистана был, и Алик Ибрагимов, они вообще красиво все сделали, вытащили некого японца, назвали Japan Chrome Corporation, показали этого японцу. И когда я спрашивал у японцев, это кто такие, они говорят, мы не знаем. Вообще Япония к этому никакого отношения не имеет. То есть, собственно, такой мошеннический стандартный прием был использован при оформлении гигантских активов страны в пользу Нусултана Назарбаева. Поэтому, когда вы слышите всякие разные иностранные имена, то знайте, там сидит в доле Нусултан Назарбаев как минимум 50 на 50, как, собственно, сейчас происходит с китайскими инвестициями в Казахстан. Итак, возвращаемся к Казцинку. Если вы зайдете в интернет, вы увидите, что это предприятие в 97 году ключевым акционером стал друг Глинкор. И я вам объясню, почему на самом деле именно Нусултан Назарбаев владеет этим предприятием. Итак, что такое Казцинк? Казцинк, если вы зайдете в интернет, опять же, то обнаружите, что по итогам 2017 года выручка этой компании составила свыше 3 миллиардов долларов США за год. При этом годовая прибыль показана официально в балансе около 800 миллионов долларов. Это до уплаты налогов. А если вы посмотрите налоги, которые в чистой реальности показаны, в итоге всего лишь составляет несколько десятков миллионов долларов, из которых только небольшая часть заплачена в бюджет страны в виде налогов. То есть предприятие, на котором работает десятки тысяч человек, платит своим работникам 200-300 долларов и платит ничтожную часть своих доходов в бюджет страны, предприятие, которое зарабатывает как минимум 1 миллиард долларов в год. Как минимум. Хотя, я говорю, в балансе показана там сумма 760 миллионов долларов. Вы должны знать, что это предприятие окутано разными подставными предприятиями. Они выкачивают эту прибыль. И эти все подставные предприятия принадлежат Нусултану Назарбаеву. Лично я о том, что компания КАССИН принадлежит Нусултану Назарбаеву, узнал в 1998 году случайно, как бы. Ну, условно случайно, потому что я узнал об этом на посту министра энергетики. В конце апреля 1998 года я был назначен министром энергетики, индустрии и торговли. Это было ключевое предприятие Министерства страны. И в мае 1998 года я случайным образом узнал, что это предприятие принадлежит Нусултану Назарбаеву. Каким образом? Дело в том, что я, анализируя энергетику страны до этого, с удивлением обнаружил, что Бухтарминская ГРЭС, гидроэльтостанция, точнее говоря, находится в концессии у компании КАССИН. Я был удивлен. Сроки менялись. Тогда я видел контракты на 20 лет. Потом, позже, появились контракты, которые якобы на 25 лет. И при этом, на самом деле, эта компания КАССИН ничего не платила государству. Ну, абсолютно ничего. И мне это показалось удивительным. Гидростанции построены в советские годы. Для того, чтобы просто построить такую гидростанцию, нужно как минимум 3-4 миллиарда долларов США. И вот, представляете, вот такой актив почему-то управляла компанией КАССИН, которая якобы в основном принадлежала швейцарской группе Глинкор. Я, конечно, знал, что за компания Глинкор. И мне было очень странно. Я видел, что деньги в бюджет страны никакие не поступали. Начал это изучать. Затем мне позвонил управляющий этой компании, Зильберберг, который сейчас в бегах живет в Америке, насколько я знаю. Попросил встречу. И сделал мне следующее предложение, что высоковольтные линии этого предприятия, собственно, с Бухтарминской ГЭС, чтобы перешли в собственность КАССИНК. Я, конечно, был удивлен, потому что стратегия развития энергетики, которую я подписал в виде постановления правительства, предполагала, что все высоковольтные линии будут принадлежать только государству в лице государственной компании КИГОК. И это было утверждено специальным постановлением правительства. Это, собственно, и было одобрено Насултаном Назарбаевым. И тут появляется управляющий директор, который заявляет, что я ему должен передать собственность высоковольтные линии. Я, конечно же, отказал. Но на этом все не закончилось. Мне звонит супруга Насултана Назарбаева, Сара Алпысовна, и предлагает встретиться. Ну, я к ней заехал в ее офис, и Сара Алпысовна настойчиво просит меня, чтобы я передал эти высоковольтные линии в собственность компании КАССИНК. Знаете, так ненавязчиво, балам, кумиктиспесмеба, лжахсвала, лжахсжигаттер. И вот в таком формате, там, мама нашей страны, уговаривая, наливая мне чай, убеждает меня, что я должен передать высоковольтные линии этой компании. Я, конечно, попил чай Сара Алпысовна, посидел, мило поулыбался, и сказал ей, нет, Сара Алпысовна, это невозможно. Есть постановление правительства, есть стратегия развития энергетики, высоковольтные линии не могут быть переданы компании. И, тем более, это была непонятная компания. И вообще, даже дело не в этом. Дело в том, что это было, в принципе, невозможно. Ну, она так мне мягко попросила, ну, пожалуйста, ты подумай. Я говорю, хорошо, я подумаю, но я вам заранее говорю, что это невозможно. На этом давление не завершилось. То есть, через какое-то время, по моему внутреннему телефону, доступ к которому имеет, на самом деле, прямой линии, только премьер-министр и президент страны, звонит, кто бы вы думали, Сара Алпысовна. То есть, у нее был тоже такой правительственной линии связи, которая позволяла я звонить любому министру. И вот мне Сара Алпысовна опять говорит, Балам, Кумик Тису Гурек, Хандай Жас Жигатир. Я ей опять говорю, Сара Алпысовна, это невозможно. Она говорит, ну, как же так, тебе надо помочь, надо помочь. Я ей вежливо отвечаю, нет, Сара Алпысовна, это невозможно. Буквально через несколько дней мне звонит в панике премьер-министр Балгимбаев и говорит, что Назарбаев дал поручение в течение 10 дней оформит передачу высоковольтных линий компания Касс-Цинк. Обратите внимание, 10 дней, все, Государственный комитет по имуществу, постановление правительства, мы должны каким-то образом это имущество передать с баланса государственной компании, компании частной Касс-Цинк. Это даже очень надо постараться, чтобы за 10 дней это передать, это невозможно. Это нужно опись имущества, оценка, это реально такой актив, чтобы передать потребуется как минимум 3 месяца, в лучшем случае, наверное, до полугода доходит. И вот представьте, распоряжение письменное на султану Назарбаева передать высоковольтные линии в пользу компании Касс-Цинк. И вот паника. В то время был представителем госимущества Уразалы Ержанов, который сейчас, насколько я знаю, сидит в тюрьме. Первым с примером был Ураз Жандосов, министром финансов был Сават Мамбаев и премьером был Булгенбаев. И все в панике пытаются оформить в собственность эту линию. Но в связи с тем, что любая передача имущества, которое контролировалось государством именно в области энергетики, было подведано в министерство энергетики, я, конечно, сказал, нет, этого не будет. Я не подпишу такое решение. Мне говорят, это сказал на субтант Назарбаев. Я говорю, нет, все равно не подпишу, потому что есть постановление правительства, потому что высоковольтные линии могут принадлежать только государству. И это принято специальным постановлением правительства. Меня пригласил на разговор Булгенбаев, Нурал Тепович, и говорит, ну, слушай, я вот ничего не могу сделать, иди разговаривай с Назарбаевом. Я говорю, слушай, а что я буду разговаривать с Назарбаевом? Я просто не подпишу, и все. Я месяц как работал министром, и пришел из компании КИГОП, но вы должны понимать, что вся наша энергосистема до моего прихода была разбалансирована. Во многих городах страны электричество давали буквально на 3-4 часа, и я расставил людей, расписал правила, и было очевидно, и для премьер-министра, и для меня, что если я уйду с позиции министра энергетики, то, собственно, вся проблема, которая существовала на тот момент в энергосистеме, она снова появлялась, потому что не было людей, которые были в состоянии управлять энергосистемой страны. Я расставил разные кадры, они более-менее научились управлять, и очевидно было, что с моим уходом начался бы уход большого количества специалистов, которые я лично привел. Это опять бы был развал в энергоотрасли. Это понимал премьер-министр, это понимал я, и это понимал Нарсултан Назарбаев. И дело не в том, что именно поэтому я сказал нет. Нет, я просто был убежден, что это неправильно. Через короткое время меня приглашает Нарсултан Назарбаев, и он был раздражен, очень мрачен, и задал мне вопрос, а почему ты не выполняешь мое поручение о передаче высоковольтных линий компании Кассу? Я говорю, потому что это неправильно, потому что есть специальное постановление правительства, что высоковольтные линии принадлежат только государству, потому что эта стратегия утверждена, между прочим, вами. Он говорит, ну ты что, не можешь сделать исключение? Ну давай вот так подпишем, никто же не узнает. Я говорю, ну конечно, вот это подпишем, отдадим, никто не узнает, потом еще второе никто не узнает. Зачем тогда мы подписываем законы, зачем мы утверждаем стратегию развития энергетики, и каким образом тогда я стабилизирую энергосистему страны? Ну Судан Назарбаев стал настаивать, он был очень сильно раздражен, я приготовил заранее, заявление о отставке, положил перед ним заявление, сказал, это ваше решение будет подписывать другой министр, министр Аблязов его не будет подписывать, вот вам мое заявление об отставке, я ухожу, и вы можете эти сети передать при другом министре, но при Аблязове этого не будет. конечно, это заявление мое шокировал на султану Назарбаева, я впоследствии узнал, что никогда никто так не разговаривал с султаном Назарбаев, никто никогда не приносил добровольно заявление об отставке, это все, когда сейчас кто-то говорит, что он подал заявление, это когда ему говорят, иди подай заявление, он подает, это был, судя по всему, первый пример, когда сараптивый министр отказался выполнять поручение на султану Назарбаеву, во-первых, во-вторых, он просто положил на стол заявление, сказав, что ваше решение может быть исполнено другим министром, он, конечно, был в растерянности, было видно, что он в гневе, его лицо постоянно менялось, он не знал, что делать, был полностью растерян от моих действий, в итоге он сказал, а что есть, какие есть решения еще, чтобы было компании эффективно и удобно работать, но так, чтобы ты остался в должности министра, я ему говорю, решение очень простое, стратегия развития энергетики предполагает, что в течение пяти лет тарифы на стоимость поликэнергии не будут расти, и я как министр за это отвечаю, я за это подписался, поэтому с компанией Касынк можно подписать соглашение, что в течение пяти лет тариф не будет расти, а он говорит, а что после пяти лет, я говорю, после пяти лет посмотрим, все предприятия страны живут по законам нашей страны, и ни у кого не должно быть исключения, в том числе и у компании Касынк, он мне сказал, ну тогда хорошо, давай так сделаем, вот из этого разговора стало понятно, потому как сначала мне звонила Сара Алпыцевна, затем он настаивал, когда было выпущено специальное распоряжение Назарбаева о передаче безвозмездно компании Касынк высоковольфхлини, мне стало понятно, что владельцем этого предприятия является не Клинкор, как в то время считалось, а именно Нусултан Назарбаев. Итак, каким образом это предприятие, ключевое предприятие страны, которое приносит миллиарды долларов, перешло в руки Нусултана Назарбаева. Дело в том, что в начале 90-х годов через серию искусственных банкротств эта группа компаний была объединена в одно целое, было названо Касынк и в итоге перешло в собственность Нусултану Назарбаеву и контрольный пакет был оформлен на международную компанию Глинкор. Итак, вот представьте себе, что предприятие, которое имеет валютную выручку в долларах США, свыше трех миллиардов долларов продажи, в реальной балансе показывающей за 17-й год прибыль около 800 миллионов долларов США, это предприятие в реальности принадлежит на султану Назарбаеву и он по сути присвоил пользуясь своим положением, своим статусом президента страны. если вы посмотрите на журнал Forbes или другие издания, вы увидите, что вот в двенадцатом году прошла сделка. Сделка следующая, что Глинкор приобрел долю 18,9% у Булата Утимуратова за кэш 400 миллионов долларов и дополнительно какие-то акции. Что за акции? На самом деле за акции Кас-Цинка вот именно за эти, кроме того, что Назарбаев получил наличные деньги, он получил 2,5% стоимости швейцарской компании Глинкор. То есть из этой только одной сделки можно понять, что Насутан Назарбаев является совладельцем компании Глинкор, крупной, крупнейшей, скажем так, международной компании, офис которой Цюрихи. То есть вы должны понимать, что собственность Назарбаева прячется в наличных деньгах в виде золота, в виде каких-то активов, а также его собственность прячется в структурах различных международных компаний как Глинкор. Также наличные деньги он получает за счет искусственного продажи доли, которые он приобретает бесплатно в таких компаниях как Кассинг и затем проводит сделки, когда Национальный фонд, Национальный фонд, который принадлежит всем гражданам страны оттуда, как он из своих собственных кошелька платит этим людям и они представляются миллиардерами, проводят сделки и на момент этой сделки в 12-м году компания Кассинг оценивалась 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Вот эта доля, как вы понимаете, компания Кассинг стоит свыше 10 миллиардов долларов США, то есть если компания Казахмыс минимум 20 миллиардов долларов, то компания Кассинг минимум 10 миллиардов долларов, вот вам 30 миллиардов долларов из тех самых 200 миллионов миллиардов долларов США, которые владеет Назарбаев. и еще я привел 3 сделки, в результате которых Нусултан Назарбаев присвоил минимум 10 миллиардов долларов сделок, связанных с компанией Казахмыс, минимум 10 миллиардов долларов, то есть собственность оставалась в его руках и остается, но при этом он разными манипуляциями сливает деньги из бюджета страны в свои карманы через компанию Казахмыс, он украл таким образом 10 миллиардов долларов, минимум с 3 сделок, и вот вы должны понимать, что то же самое происходит с компанией Казсынк, Казсынк, которая просто украдена у страны и хочу сказать, что в свое время еще приблизительно где-то 6-7 лет назад я делал специальное публичное заявление, которым предупреждал вот накануне сделки в 2012 году покупки акции Казсынка у Булата и Тимуратова я делал обращение публичное в адрес компании Глинкор и не только я еще ряд известных общественных деятелей и в этом обращении было сказано, что компания Глинкор мы вам не рекомендуем покупать акции потому что они принадлежат народу они не принадлежат у Тимуратову тем более Назарбаеву и когда во главе страны будет народное правительство я предупредил что мы конфискуем эту собственность мы национализируем Казсынк в пользу государству и пользу случаям я хочу сегодня еще раз подтвердить что компания Казахмыс стоимостью свыше 20 миллиардов долларов будет возвращена государству компания Казсынк также будет возвращена государству и пользуясь законом Магнитского и другими законами которые препятствуют совершению коррупционных преступлений у нас есть вполне легальная юридическая возможность конфисковать эту собственность у нас есть вполне легальная возможность преследовать всех тех кто участвовал с урсултаном Назарбаевым в коррупционных преступлениях у нас есть юридическая возможность все эти средства которые которые не только были украдены, на которых был создан дополнительный капитал, вернуть его гражданам страны. И вот представьте себе, новый Казахстан, что компания Кассын принадлежит государству. Что тогда будет, если работник этого предприятия сейчас получает порядка 200-300 долларов в 100-150 тысяч тенге, то на таком предприятии наши граждане должны получать минимум 1000 долларов. То есть 30 тысяч человек и более, которые работают на группе компании Кассын, будут получать не менее 1000 долларов в месяц. Не менее, или около 400 тысяч тенге. Это приблизительно в 3-4 раза больше, чем то, что сейчас зарабатывают. И вот представьте, что эта компания скрывает свои доходы, скрывает реальную прибыль. Соответственно, не поступают гигантские налоги в бюджет страны. Именно поэтому эти регионы не обладают достаточными средствами для развития всех программ, которые есть. Это и заработные платы людям, это и дороги, это и инфраструктура, это и школы, это бесплатное питание школьникам и все прочее. И это все будет восстановлено, когда эти предприятия попадут в государственную собственность. Я вам сейчас показал, что компания Кассын реально принадлежит Дусултану Назарбаеву. Это второй крупный актив. И там очень много манипуляций. Жаремский ГОК был продан за сумму 307 миллионов долларов в 2014 году. Она принадлежала к группе компании Машкевича. То есть из одного кармана актив перешел в другой карман. И эти оба кармана на самом деле называются именем Дусултана Назарбаева. Таким образом, я сегодня вам озвучил, что компания Кассын, рыночная стоимость которого свыше 10 миллиардов долларов США, в реальности принадлежит, как бы считается Глинкору, но реальным владельцем является Нурсултан Назарбаев. И он через компанию Глинкор, внутри Глинкор является совладельцем. Вообще, интересно очень, когда Нурсултан Назарбаев позиционирует собственником Булата Утимуратова, например, или Владимира Кима, так называемых своих кошельков. Он думает, что именно таким образом может спрятать свою собственность и владеть этими активами. Еще находясь в тюрьме французской, когда на меня был запрос сделан по экстрадиции из Казахстана, с Украины и России силами Нурсултана Назарбаева, я написал довольно подробную статью о том, как эти кошельки Нурсултана Назарбаева в реальности будут владеть этими активами. И когда завтра Назарбаев отойдет в иной мир, эта вся собственность останется во владении того же Утимуратова. Почему? Но Султан Назарбаев оформляет эту собственность на Утимуратова, затем какие-то бумаги оформлены на офшорах, через разных адвокатов международных. Он обкладывается, и когда он оформляет эти активы на подставных людей через десятое колено, он думает, что таким образом он спрячет свое имущество. Он просто не понимает, что такое офшоры, он не понимает, что такое международное право. Нашего Шала просто его окружение обманывает, и он получает эти бумажки, стесненные золотой печатью, гладит, думает, вот я супермиллиардер, у меня состояние там свыше 200 миллиардов долларов США. Но вы же видите, когда Шал выходит реально в люди, он несет ерунду и глупости. И каждый его анекдот это просто целое кино. То идите на кладбище, то еще что-нибудь, то женщина оскорбит, думая, что он рассказывает веселый анекдот. Но вы должны понимать, что Шал очень ограниченный человек даже в рамках нашей жизни, нашей страны. А тем более, когда это касается международного права, когда нужно собственность, нужно оформить через разные офшорные компании. Здесь он ничего не понимает, он просто доверяет разным людям, которые ему приносят печати, приходят важные адвокаты, говорят, вот Нусултан Бич, вы такой собственник, вот печать, все нормально. На самом деле, все это ерунда. Есть оборотная сторона того, что Нусултан Назарбаев, как в свое время Путин или Ельцин делали богатым, надували некого Абрамовича, такого супермиллиардера. И по этому принципу Нусултан Назарбаев выстраивает собственность на определенных лицах, называемые кошельками. Вот Володя Ким, он миллиардер, он умный, он богатый, живет в Лондоне, на самом деле это собственность Нусултана Назарбаева. Вот Булат Утимратов, он миллиардер, владелец университета, все прочее, вот он заработал, ему рисуется история, история, что он богатый человек. Вот, допустим, теперь Нусултан Назарбаев отошел виной мир, и приходит его жена последняя, дети и говорят, Баке Ким, Утимратову, отдай собственность. И он говорит, нет, ребята, это я собственник, это я владелец. Вот смотрите, журнал Forbes, я миллиардер. Вот смотрите, эти акции мне принадлежат, они ему приносят бумажки, говорят, вот как же, вот швейцарские адвокаты подписали. Он говорит, это мы сейчас решим, подает в суды Америки, Швейцарии о том, что он был вынужден, часть собственности формально оформить на доверенных людей Нусултана Назарбаева. Почему? Потому что Нусултан Назарбаев был президентом страны, и если бы он не подчинился, он бы его посадил в тюрьму. И в качестве примера возьмет Мухтар Аблязова, который владел гигантским бизнесом, только один банк, БТА банк стоил 10 миллиард долларов, и Мухтар Аблязов отказался оформлять 50% собственности Нусултана Назарбаева. Что с ним стало? Все было конфисковано, против него были возбуждены уголовные дела, уже более 10 лет его преследуют по всему миру, были покушения на его жизнь. Это все описано в разных средствах массовой информации, в том числе и зарубежной. Булат Утимратов придет в суд, скажет, это рэкет был, государственный рэкет со стороны Нусултана Назарбаева, и он был вынужден оформить эту долю, он был вынужден передать эти деньги на определенные счета Нусултана Назарбаева. В этой связи я обращаюсь в суды Америки, Швейцарии, Англии и других стран с требованием, чтобы мне вернули мою собственность. И уверяю вас, все эти средства, все эти деньги переведут в собственность Булата Утимратова, потому что у него уже есть биография, что он предприниматель, что он стоит в списке Форбса. Нет же там Нусултана Назарбаева лично в списке Форбса, нет же его детей от последнего брака, они еще маленькие. И если они вдруг придут, скажут, это мы, им скажут, а где вы работали? Вы украли, вы принуждали, вы занимались рэкетом. В Соединенных Штатах Америки есть специальная статья, которая преследует за такого рода действие, называется рэкетом. Поэтому мы все должны понимать, когда Нусултан Назарбаев отойдет в иной мир, вот эта собственность, оформленная на подставных людях, которые стоят сотни миллиардов долларов, они просто разосутся, разбегутся в разные карманы и он останется ни с чем. А мы, новое правительство демократического выбора Казахстана, когда придем к власти, мы все докажем. Деньги никуда не деваются, они имеют следы. Следы международной банковской системе мы найдем, мы знаем, как это делать. У меня есть серьезная команда юристов, я заверяю вас. То состояние Нусултана Назарбаева, личное состояние свыше 200 миллиардов долларов и отдельно его родственников мы вернем стране. Да, это не будет на следующий день, не будет даже через полгода, но как минимум половину его собственности мы конфискуем. И в первую очередь конфискуем то, что находится в Казахстане. Итак, сегодня я вам показал, что компания Казцинк на самом деле принадлежит Нурсултану Назарбаеву и его минимальная рыночная стоимость 10 миллиардов долларов США. Это предприятие не доплачивает своим сотрудникам. И что на такого рода предприятиях минимальная заработная плата начинается от 3000 долларов. Вы, живущие в Усть-Камегорске, Зыряновске и в других городах, там где находится это предприятие, постоянно испытываете проблемы с экологией. Города отравленные, серная кислота в полном объеме не вырабатывается, она уходит в атмосферу. И вы знаете, когда у вас наступает аварийная обстановка, вы знаете, почему у вас кризис. И вы знаете, что это предприятие принадлежит Нурсултану Назарбаеву, а не Глинкору. Именно поэтому, именно поэтому экологические проблемы не решаются, именно поэтому министерство по защите окружающей среды сидит, молчит. Аким города молчит, восточного Казахстана, Аким области молчит, потому что они все знают. Эти предприятия принадлежат Нурсултану Назарбаеву и вас травят. Травят, хотя для того, чтобы решить экологическую проблему, это вообще стоит минимум, в лучшем случае 100 миллионов долларов, для того, чтобы кардинально решить эту проблему. А это предприятие зарабатывает миллиарды долларов. И вы должны знать, что когда вы болеете раком, когда у вас проблемы со здоровьем, когда вы получаете маленькие денежные средства в размере 100 тысяч тенге, кроме того, что вас травят, вас травят Нурсултан Назарбаев, спрятавшись за компанию Глинкор, спрятавшись за Булата Утимуратова. И эта собственность будет возвращена Казахстану. Так что я думаю, когда я эти подробности рассказываю, безусловно, по ним будет выпущен специальный фильм с деталями. Эти все факты, они есть в интернете, их не надо даже искать. Вы можете зайти, забить компанию КазСинг, посмотреть всю историю, зайти в Википедию и увидеть, что все, что я говорю, полностью соответствует действительности. Уважаемые друзья, я сегодня рассказал об одном из кошельков Нурсултана Назарбаева, так называемом миллиардере Булате Утимуратове. Свои выступления я буду проводить постоянно, чтобы вы убедились, что состояние Нурсултана Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов США. На сегодня я свой эфир завершаю, вы должны понять, почему меня глушит, почему мои выступления постоянно приводят к тому, что по всей стране пропадает интернет. Именно потому, что я владею гигантскими знаниями, я умею их систематизировать. И я много что умею делать, имеется ввиду, и в бизнесе, и в экономике, и в государственной системе управления. И представляю гигантскую опасность для Нурсултана Назарбаева. Именно поэтому демократический выбор Казахстана объявлен экстремистской организацией. И буквально несколько дней назад на самом деле Европейский парламент четко сказал, что ДВК – мирная политическая организация. Вы много негативного, наверное, слышите по мне, когда меня называют вором, все прочее. Вы много негативного слышите, когда Назарбаев инициирует международные суды против меня, искусственные, подвигает обвинения. Вы и дальше будете их слышать. Вы будете дальше слышать, что якобы меня в Англии наказали. Через какое-то время это прозвучит, что якобы в Америке, в России, в Украине. Вы должны знать, что это происходит только потому, что я являюсь его прямым политическим оппонентом. Я являюсь противником этого политического режима. Я буду бороться до конца, буду добиваться, чтобы эта политическая система была сломана и была построена парламентская республика. Именно поэтому вы будете слышать со стороны Нурсултана Назарбаева, его средств массовой информации, различные обвинения, которые будут говорить, что Аблязов мошенник, Аблязов украл миллиард долларов. Если бы я украл миллиард долларов, я бы так же, как у Тимуратов, сидел бы тихо и отдыхал бы по всему миру. Моя цель – добиться изменений в стране. Моя главная цель жизни – построить сильное государство. А сегодня я свой эфир завершаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok